друзья всем большой привет вы на канале светлана франция спасибо что зашли и подписались начинаю этот влог с утра у нас минусовая температура но все равно открываю окна чтобы проветрить это обязательно на полчаса где-то вот так я сейчас в ванной комнате привожу себя в порядок сделала макияж и спасибо вам огромное за все комментарии за лайки за активность последнему видео я знаю что такие домашние сборные влоги многим нравится больше всего и конечно же за поддержку канала винтаж из парижа мне очень очень приятно спасибо огромное макияж получился довольно яркий глаз поэтому губы оставим нейтральными я сейчас нахожусь моей ванной комнате я оставила вот эти две статуэтки понравились они мне саша мне говорит мама это же рождественские потому что на них блестки нужно убрать я говорю саш ну постоят недельку и мы их с тобою уберем и сейчас я хочу показать средства для волос которое мне очень понравилось я думаю что возможно кто-то возьмет на заметку волосы прям на самом деле шелковистые прям такие нежные красивые я не сохранила коробочку там было несколько по моему четыре вот такие как сказать тюбика это ты сам уже жили royal можете все здесь прочитать для волос и средства минутная то есть очень быстро действующие его нужно наносить вот прям капельку после того как вы помыли волосы что-то у меня фокус плохой сегодня и потом его нужно смыть она действует за три минуты иногда я наношу чуть подольше и не нужно наносить после каждого мытья хотя я беру маленькую горошинку меньше прям и вот такого тюбика мне хватает раз на пять точно и просто распределяете по всей длине волос пока вы что-то там делаете в душе в ванной комнате потом смываете классная средства очень понравился такой формат и вот как действует дэссанж желе royal ританси желе royal ну раз мы уже в ванной комнате и здесь у меня украшение сегодня я выбрала серьги от селин вот такие полукольца но они сделаны виде сумочек видите если вы заметили вроде как кольца в то же время как сумочки очень их люблю не помню показывала я вам их или нет но с удовольствием ношу мне кажется они такие стильные на мой взгляд легкие удобные подходит ко всем нарядам вот такой у меня есть сегодня выбор интересно что у них у одной надпись селин пари внутри а у другой снаружи вот такая особенность у нас сегодня утром была минусовая температура а сейчас два градуса но такое ощущение все что все минус 15 обожаю это здание музыкальной школы у нас а я иду отнести посылки и за сашей школу надевалась как снеговик домики здесь очень симпатичные такие прям ухоженные посмотреть минимализме так чистенько красиво саша на школа находится прямо возле старого города сейчас мы там пройдем с вами здесь у нас находится дантист я к нему не ходила нужно узнать мой дантист ушла на пенсию нужно искать нового конечно вот такое дело когда уходят доктора на пенсию ужасно поиск новых во франции тяжелое дело они не берут новеньких поэтому нужно искать здесь у нас дом престарелых и сейчас мы с вами идем старый город вот дом престарелых там был гараж извините вот мы старом городе и сейчас я пойду в школу здесь наша булочная но в понедельник многие заведения во франции закрыты так как работают выходные и сейчас мы идем школу здесь очень много заброшенных вот видите в центре города странно здание здесь центр эстетически делают ресницы учат всему тоже сегодня закрыт ногти вот там берегу был салон тоже закрыли в общем не знаю старом городе почему-то мэр все по закрывал видна церковь такие улочки я вам уже их показывала не раз и вот этот особняк красивый но находится в таком шумном месте что не позавидуешь здесь в арке находится библиотека вы спрашиваете выходим саши да ходили недавно хочет построили для птиц дом и взяли все книги для птиц просто я не снимал еще вон новогодний декор не для птиц а о птицах а вот по первому плану уже и школа видно то есть близко и парк цветов совсем нет холодно помните мы в этом парке с вами частенько гуляем сейчас вот так вот и все скучно хотя пальмы снега нет но скоро расцветут цветы скоро весна будем гулять наслаждаться я возле школы первая никого еще нет холодно школу откроет минут через пять через десять возможно и я первая я вообще ненавижу девчонки опаздывать для меня это какая-то прям проблема я всегда прихожу намного раньше напишите вы такие же как я или нет и конечно приучаю себя как-то перестроиться чуть-чуть ну с возрастом плохо получается мы уже в школе по обедали и мальчишки девчонки пока играют ждем когда школа откроется сейчас открою школу и потом я быстро по делам вот такой у нас получается день частями а 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 r а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Шерсть, что они... Видите, мальчишка был и в бассейне вчера, и просто-напросто рукава закатываются. Сейчас я приведу его в порядок. Он не грязный, потому что снизу была и майка, и футболка. Но сейчас сразу нужно привести в порядок, потому что, ну, во-первых, у него таких свитеров толстых и немного, совсем два, наверное. И, конечно же, чтобы он был в отличном состоянии на следующий раз. И также моя кофточка. Это вот такая травка от Teddy Smith. И вы знаете, в ней очень-очень тепло. Если что-то пододеть еще снизу, то будет великолепно. Светер я буду чистить моей штучкой от Philips. Расчешу кофту, она не требует ничего такого существенного. Просто расчесать, так сказать, это специальная щетка для этого, волокна. Осторожно. В общем, вот такой мой секрет. Не знаю, пригодится он вам или нет. Если у вас есть какие-то другие секреты, то, конечно же, делитесь. Вот сегодня я в свитере теплом откос. И завтра или сегодня вечером, видите, все равно на рукавах начинает иногда у натуральных материалов что-то скатываться от пальто, от шуб. Поэтому или забросить и оставить так, как делают некоторые французы. Но я не из таких, я не люблю неухоженную одежду. Я за ухоженную одежду, за то, что когда мы вкладываем деньги, любые, любые, вы скажете, ты покупаешь недорого. Да, любые. Но это мои деньги, это заработанные деньги, это мое время, а время это моя жизнь, мои семьи. То я предпочитаю ухаживать быстро. Это занимает от силы 10 минут. И все. И у вас гардероб чистый, в отличном состоянии. Вот так можно сохранить очень долго, качественный, чистый, удобный гардероб. Себе, своим детям и мужьям. Себе, своим детям и мужем. Я же зашла сегодня на рынок, купила овощи и также посмотрю книги. Сегодня много книг. Поменяю то, что прочитала. И посмотрим что-то новенькое. Вот. Что здесь интересного? Потом вам расскажу. Вот даже какие-то кулинарные книжки. Маленькие аперитивные штучки. Бувший аперитив. Соле. А там мэр керсеристы. А там женщины с детьми сидят, сказки читают. Сегодня у нас рынок, но народу очень мало. Во вторник сейчас пойду на развалы, посмотрю, что там есть. Потом за Санькой в школу. Сегодня мы обедаем свекрови. Ало, маме, что ты уже приготовила? Бабушка приготовила нам вот такие помидоры, фаршированные с картошечкой. Да, повезло мне со свекровью, конечно, очень. Спасибо. Это аппетит. Ты их используешь? Ты их используешь? Сейчас мы ждем, как всегда, школу. Показываю вам мои буты немножко. И потом я сразу поеду по делам выполнять заказы. В общем, приеду, буду делать бухгалтерские отчеты. Видео. Ужин. У Саньки сегодня спорт после обеда, поэтому спортивная форма. Пока ждем школу, они с пацанами вон играют. И с девчонками носятся на улице прохладно. Но нет ветра, это уже хорошо. Станционы потом, бэээ. Я в моей комиссионке. Приехала выполнить кое-какие заказы. И дома покажу вам находки. Нашла косметичку Диор. Надо забрать. Коробочка с фруктами. А вот здесь очень-очень много книг. Бери не хочу, они дешевые очень. Уже можешь, бьям, жмешь сам. Я уже дома нашла все, что искала. И сейчас хочу после холода. Ну как, для кого-то это не холод. У нас, конечно, чувствуется, что прохладно и влажно. Сделать себе чай. Теплый чай. Мачо в моей новой кружке. Зеленый чай. Не скажу, что я такой прям аддикт, что я очень-очень люблю этот чай. Но иногда хочется. Я сделаю его. У меня есть вот такой венчик. Сделаю его со сливками без сахара. И также приготовила себе шоколадную конфету. Пуар Вильям. Это с ликером. Иногда можно. Так что сейчас попьем чаек, девочки. И я вам покажу мои находки. И закончим это видео визитом в Сашину комнату. Надеюсь, что это видео вам понравится. Придется подышать. Добавим сливок. Можете добавить сахара, конечно. Но я не буду. Или стивили немножко. Я знаю, что многие против. И все. Этот чай, он придает энергию. И его многие употребляют вместо кофе. Всем приятного аппетита. У нас уже продают испанскую ягоду, а также из Марокко. Смотрите, какая огромная. На вкус еще не пробовала, только купила свекровь. Попробуем. Витаминчики нужны. В теплых странах, я надеюсь, что витамины сохраняются. Будем на это надеяться. Мой букет все еще меня радует. Но уже начали подвивать цветочки. Нужно будет обрезать. Или купить новый. В общем, давайте начну с таких находок для Саши, для школы. Иногда в комиссионных магазинах, которые я езжу, можно купить канцелярию. И это очень выгодно. Потому что, в принципе, канцелярия во Франции достаточно дорогая. И вот такие карандаши, простые карандаши. Они от фирмы БИК стоили по 50 центров. Три карандаша. Было две упаковки. Я их забрала. Это такой расходный материал. Всегда нужно для школы. Также вот такие Лефассер. То есть, где-то посеяла пробку. Одну нужно посмотреть пробочку. В общем, вы поняли, для чего это. С одной стороны он белый, с другой синий. Не знаю, как сказать, как это называется правильно. У нас Лефассер, то есть, чтобы исправлять, наверное, какие-то ошибки. Вот. Они были по 10 центов. Это тоже очень выгодно. И так как у нас теперь он любитель футбола. Саша, мой сын, ему 8 лет. Будет скоро уже 9 в апреле. Да, сейчас у нас конец. Практически, ну, не конец. Какое сегодня? 24 февраля или 23? 23. И февраль, март, апрель. Да, через 2 месяца, 23 апреля, ему будет 9 лет. И вот такой, это коллекционный стакан. Вот из Макдональдса, по-моему, Кока-Кола, да, Макдональдс. Я ему купила, он будет рад. Такая мелочь. Но, мальчишке, будет приятно. Это покупки для него были, для Саши. Ну, а сейчас покажу, что я нашла для себя, для бутика. Извините, что я устроилась здесь на ковре. Просто так удобнее показывать. Это вот такая порт-ревю. Корзинка для журналов. И вы знаете, если вы смотрите меня давно, то знаете, что в моем интерьере присутствуют вот такие элементы современные. Как бы их назвать? Наверное, лофт, элементы класса лофт или индустриальный стиль по-французски еще он называется. И я взяла вот такую корзинку, когда что-то читаю, какие-то книги или журналы. Сейчас посмотрим, как это будет смотреться. Видите, у меня в декоре иногда присутствует черный цвет. Есть такие элементы. Вот я иногда убираю, иногда добавляю что-то. Люблю смешивать винтаж с такими элементами более современными. Поэтому мне эта корзинка понравилась. Обошлась она мне всего в 2 евро, поэтому я ее, конечно, забрала. А вчера я как раз купила подсвечники. И эти подсвечники я поставлю вам фотографии сейчас в моде, в тренде. И они также разбавляют винтажный стиль. Ну, давайте посмотрим. Здесь у меня еще Vogue, по-моему, это какой, ноябрьский, декабрьский, не знаю. Нужно посмотреть новый. И вот такое украшение. Помните, я покупала такой журнал винтажный? То есть я люблю, когда вот просто отдохнуть, сесть, почитать и смотреть сайтам. На любителя оно мне нравится. Посмотрим, куда поставим. Пусть пока будет. Вот так. Вот, хочу вам показать подсвечники, которые я нашла вчера. Они тоже в таком индустриальном стиле. Металлические, черные и разной высоты. Смотрится, на мой взгляд, это оригинально. Ну, по крайней мере, в моем интерьере это смотрится гармонично. Так как у меня много таких вот черных оттенков деталей. И сейчас они, как я уже сказала, достаточно модные. Видео получится достаточно длинным. Не знаю, посмотрим, если будет слишком-слишком длинно. Я понимаю, что не всем возможно смотреть такие видео по 30 минут. То Сашину комнату посетим уже в следующем видео. Обещаю вам. Я забрала вот эту косметичку от Диор. Мне очень нравится такая форма. Она милая такая, серая, в клеточку. Как Диорисимас их духи, да? Помните? У меня такие в Италии есть. Правильно я произнесла или нет название этих духов? Я знаю, что многие они нравятся. Вот Диор Бьюти. И она такая, как пластифье. То есть проразиненная. Будет удобно. Еще сегодня мне достались две книги. Эту я купила. Это «Хроника парижанок». Как парижанки описывают свой город. То есть как они чувствуют Париж. Мне будет очень-очень интересно вот почитать. Прямо. Книга стоила 13 евро. Мне она обошлась, наверное, где-то евро. Один или два точно сказать не могу. И здесь есть фотографии или нет? Наверное, нет никаких. Просто описания. Поэтому, конечно, я поделюсь с вами тем, что прочитаю в этой книге. И на рынке я взяла все-таки вот эту книгу. Аперитив. Мне захотелось посмотреть. Всякие кейки и так далее для аперитива. Что можно сделать. Потому что мы каждую пятницу делаем аперитив. Чтобы вот удивить. Что-то просто новенькое сделать для своих родных, любимых. Просто взяла эту книгу и вот посмотрим. Мне нравятся такие издания. Они прям красивые и полезные. Девочки, винтажные покупки, находки я покажу вам на канале Винтаж из Парижа. Все, что такое красивое. Это не только вот эти находки были и другие. Поэтому после этого видео сразу сниму на Винтажное. Заглядывайте. Ссылка всегда в инфобоксе. Черный свет, как всегда, на камеру смотрится ужасно. Видны все какие-то погрешности, которых нет. Как я вам уже сказала, нам со свекровью повезло друг с другом. И вы знаете, я делаю покупки не только для себя, но и для мужа, и для ребенка. И Мишель, покупая свекровь, попался такой. Наверное, это свитерок полуверх. В чем отличие? Напишите. Он черный, красивый. И это марка Alut, по-моему, немецкая. У меня есть платье кашемировое. Это очень классная марка. Она качественная, дорогая. И он был новый. Новый, без этикетки, если можно так сказать. И это шерсть. Шерсть стопроцентная, шерсть мериноса, тоненькая, такая, качественная. Просто ей будет великолепно. Но на камере он смотрится ужасно, просто ужасно. Вот. Что еще? Для мужа нашла рубашку. Рубашку от GAP. GAN. 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 Вот. GAP и GAN иногда путаю. Он любит очень сильно эту марку. Вот такая рубашка летняя в клеточку с джинсами, с белыми льняными брюками. Она будет великолепно смотреться. Здесь такой воротничок на пуговичке. Очень классные детали. Очень хорошее качество. Сейчас все это, конечно, пойдет в стирку. И потом я вам... То есть, потом все это отгладится. И будет смотреться намного лучше. В общем, он доволен. И последняя, это самая супер находка сегодня. Это вот такой... Жакет. За слово пиджак меня ругают. Хотя, как я уже сказала, от... Ладно, не будем заострять на этом время. Внимание. От Луиза Спаньоли. 40-й размер. Честно скажу, жакеты я не ношу. Ну, не очень мне как-то идет, мне кажется. Хотя, нужно померить. Такое качество. Еще и с этикеткой, девчонки, попался. Правда, здесь вот цена обрезана. Нужно посмотреть этот артикул на сайте. Это, скорее всего, шерсть. Луиза Спаньоли. Это просто чудесный бренд итальянский. Вот. И размер 40. Поэтому я, скорее всего, выставлю его на продажу. Давайте посмотрим на манекене, как это смотрится. Посмотрим, как смотрится. Сегодня у меня тавтология. Ну, это прям шикарная находка. А манекен здесь занят. У меня вот такая шубка а-ля Тедди. И под ним классное... Под ней классное платье, которое я вам еще не показывала. Это тоже находка. Оно бы, конечно, было хорошо к праздникам. Но, к сожалению, праздники прошли. Можно на День Святого Валентина нарядиться. И посмотрите, какие цвета. Хорошо с этой шубкой прям можно выгулить. Сейчас я покажу вам платье само. Как вы относитесь вот к таким шубкам? У нас их носят. Француженки любят различные марки. Сейчас их делают. Ну, вот, у меня есть она легкая. Она, конечно, не греет. Ну, и на камере она смотрится какой-то белая. Она больше такая бежевая. Сейчас я вам покажу платье. И на платье хотела заострить внимание. Платье от бренда Вэй. Это знаменитый французский бренд. Знаменитый, достаточно дорогой. Платье такое, я скажу, в бутике. Если вы посмотрите, можете зайти на сайт Вэй. Оно стоило от 400-300 евро. Вот так. И посмотрите, какая интересная модель. Здесь рукава три четверти. И вот такой отрез по талии. Складочки. И книзу зауженная идет как юбка-карандаш. Элегантная. Честно скажу, я его еще не примеряла. Это совсем моя недавняя находка. И я примерю. Если подойдет, оставлю. Если нет, то достанется кому-то другому. Очень красивые сочетания цветов. Мне такие нравятся. Они благородные. И здесь уже с таким платьем не нужно ничего. Просто обувь. Элегантную или не очень. Вы выбираете. И все. Ваш наряд готов. Сзади идет замочек. И если мы повернем манекен. Сейчас я пытаюсь повернуть одной рукой, чтобы показать вам спинку. Все очень лаконично и очень просто. Здесь замочек. Отрез. И тоже книзу юбочка заужается. Вот такое шикарное платье мне досталось. Здесь еще, по-моему, идут защипчики. Если я не ошибаюсь, это размер 40. Я думаю, что он мне будет хорошо. Я обязательно его примерю. И покажусь вам. Возможно, это будет мой наряд на День Святого Валентина. Потому что праздник приближается. И вот так шикарно смотрится жакет. Да, я ошиблась. 40-й это, конечно же, по-итальянски. По-моему, 30... 38-й, да? Или 36-й даже. Нужно посмотреть. Мне кажется, 40-й это даже 36-й, по-моему, у них. По европейским меркам. Ну, жакет просто великолепный. У меня уже были вещи от Войса Спаньоли. От кое-чего я избавилась. Но качество у них великолепное. Я посмотрю потом на сайте, сколько стоит такой жакет. Я думаю, что немалых денег. Тем более новый с этикеткой. Так что, если кого-то интересует, обязательно мне напишите. Если вы живете в Европе. В Европе, потому что пересылка пока в Россию есть в сложности. Только сегодня была на почте. Поэтому все достаточно сложно. Вот такая красота. Вот такое видео у меня получилось. Великолепные находки. И увидимся очень скоро. Спасибо за вашу поддержку, за комментарии, за лайки, за вашу активность. И приятные слова в мой адрес, адрес моей семьи. Всем пока-пока. Ваша Светлана Франция. Не забудьте проверить вашу подписку, колокольчик и все такое. Всем мира, здоровья и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...